Девушки отдыхают Кто же бред-то такой снимает? Тарелкина, только не сейчас, прошу. Мне надо три минуты написать к завтрашнему трубку. Я пока не напишу и не лягу спать. А мы не будем спать. Если мы выиграем этот тендер, мы сделаем это так, как никто не делал. Потому что мы тигры рекламы. Наша команда работает как единое целое. Я бы очень сейчас хотел представить победителя премии и своего лучшего копирайтера Санкт-Петербурга Юлию Полонскому. Юля! Юля! Ради бога, извините. Юля! Юля! Ай! Что ты делаешь-то? Василий Львович, с вами все в порядке. Со мной было все в порядке, пока ты меня не наехала. Чего я за тобой бегаю, как этот принц за этой... Золушкой. Да. Василий Львович, меня ребенок дома ждет. И вообще вы мне отпуск обещали? Так, ты мне зубы не заговаривай. Знаешь, у меня самого трое. Вот. Красавцы. Все в папу. Да? М? Так, Юля, послушай. Ты должна выиграть этот тендер. Слышишь меня? Не то что отпуск. Тебе сделано начальником отдела, плюс 50% в зарплате и свободный график. Будет время на семью. А если я не выиграю? Это вряд ли. Там конкуренты сломоватые. Один только из Тренд Хантера. Как его? Титов. Титов? А ты чего, его знаешь? Первый раз в жизни слышу. Спокойной ночи. Титов. Ау. А ты никогда не задумывался о семье? Кайфоломщица. Ну, Сань, ну я серьезно. Ох, Тарелкина, я же тебе все про себя рассказывал. Я самый счастливый человек на планете. И у меня все есть. Абсолютно все. Ну, я тебя просила не называть меня по фамилии. Это единственное, что я хотела бы изменить себе. Ой, да. Давай только это будет не за мой счет. Ну, оставайся тогда жадным и одиноким. Ой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Минута семь секунд. Я дома. Алька. Здорово. Тигр мой. Поздравляю. И раз. И два. Садись. Ну, как день прошел? На кружке похвалили. Дали препарировать земляного червяка. Не поняла. Какое отношение червяк имеет? Какие аналогии? Прямое, мам. Они относятся к типу кольчатых червей. А этот тип насчитывает более 18 тысяч видов. И я вижу, тебе это совершенно не интересно. Да нет, малыш. Я могу слушать и червях часами. А еще учитель сказал, что он гермафродит. Учитель? Да нет, червь, мам. Слушай, тут такое дело. Мне нужно в Москву ненадолго уехать. Опять? Ну, ты же обещала, что мы проведем весь день вместе. Я понимаю. Но я тебе обещаю, когда я вернусь, у нас будет настоящий отпуск. Юля, ну что, я побежала? Ага. А, Алла Дмитриевна, мне тут надо на недельку в Москву смотаться. Побудете? Да, конечно. Пока. Я спокоен. Это просто изменение. Я преодолеваю все препятствия с радостью и легкостью. Прожитое мною запрошать. Фигня. Ну, здравствуй, Саша Титов. А помнишь, 10 лет назад, Финский залив, яхта, романтика? Так вот, Саша Титов, у тебя есть дочь, и ей 10 лет. Только ты об этом ничего не знаешь. Потому что, когда я позвонила тебе 10 лет назад, ты мне сказал, что ты перезвонишь. И ты не перезваниваешь все эти 10 лет. Потому что я... Я спокоен. И ты, Саша Титов, про мою дочь ничего не узнаешь. И вообще, я тебя сделаю. Потому что я лучший креативщик Питера. Я тигр рекламы. А ты козел. Я тигр рекламы. Саша Титов, про мою дочь. Питера, мой главный пирожид. И так же, его можно две клетки, ян' 這 Grow곤, про мою дочь. Навра yeni козел яice чёрную дочь. И так же, Ty? Как пир génстous сعتока? И так же, Кота. Креативный директор. Рекламное агентство «Тренд Хант». Кто его спрашивает? А это его дочь. Вы понимаете, я из Питера. Буду проездом в Москве. А адрес у него тот же, да? Недавно переехал. Запоминаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместо сотен слов только самое ценное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Печенька? Не печенька. Крекер Дятлов. Он мне делает предложение крекерам. Дитов, ты козел. Я козел? Я гений. Ты просто не целевая аудитория. Сегодня приезжают клиенты за поимели в футс. Организую встречу. Все как обычно? Да, номер плази, лимузин, икра, водка и так далее. Я сердечко еще выложу. Из крекеров Дятлов. О, я смотрю, ты название выучил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крекер Дятлов. Достоин, чтоб вернуться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Александр Титов? Ну, я. Значит, вы мой папа. Фух. Поздравляю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, чего тебе надо? Ну, я же говорю, я ваша дочь. И я захотела вас увидеть. Увидела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди домой, а то полицию выживу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я могу долго звонить. Я терпеливая. Я тоже. А ваши соседи могут о вас плохо подумать. Слушай, они обо мне и не такое знают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, кто ты и откуда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александра. Из Санкт-Петербурга. Можно просто Аля. Меня, кстати, в честь тебя назвали. Идея рождения у нас с тобой в один день. Тринадцатого марта. А ты уже завтракал? Если накормлю, уйдешь? Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ты чё такая дерзкая, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крекер с именем. Я б на его месте псевдоним взяла. Ты просто не целевая аудитория. Слушай, чего ты хочешь-то от меня? Когда мне было три года, мама говорила, что ты капитан. И твоя подлодка потерпела крушение. Ну, и тебя потом сел, кит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это у тебя бездарность, если она тебе такие истории рассказывает. Моя мама талант! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в данном случае действительно слабовато. Ну, во-первых, киты на людей не нападают. Ну, даже синий кит, который весит 150 тонн. А это почти как 120 машин. Он питается планктоном. Подожди, при чём здесь кит? Обо мне ты вообще как узнала? Внезапно. Хорошо, и где ты живёшь? Эту неделю я планирую пожить у тебя. Кстати, дети у тебя ещё есть? Нет у меня никаких детей. Оставь в приспокое. Это хорошо. С одним ребёнком тебе будет гораздо легче. Ну, тем более, что я уже взрослая. Так, а где твоя мама? И она вообще знает, где ты находишься? Мама? Конечно, это вообще её идея. Прекрасно. Так. Девушка, здрасте. Вы не подскажете, по какому номеру обращаться, если ко мне в дом ворвался сумасшедший ребёнок? Нет, я нормальный. Ребёнок с ума... Поставь олени на место. Да что ж ты делаешь? Ты знаешь, что это за олень вообще? Ты б штаны надел. Ну, на случай, если к нам гости. Тьфу ты. Десятый раз уже его клею. Слушай. Да не бойся ты, не буду я тебя трогать. Девочка. Мы с тобой даже не похожи. Посмотри на свои кудрявые волосы и на мои. Посмотри на свои карие глаза и на мои зелёные. Мой нос ты видела? Да уж, повезло. Девушке с такой внешностью было бы тяжело по жизни. Ну, может, ты человек хороший, как я. Ясно. В общем, мне пора на работу собираться. Хорошо, я с тобой. Чего? Тогда оставь ключи, если я вдруг решу выйти. Так, всё. Метро налево. На. Доброе утречко. Доброе утро. А позоры перед соседями. Это что, шантаж? Это генетика. Мама говорит, я вся в тебя. А детское сиденье есть? А это небезопасно. При аварии я могу пострадать. Ну, открывай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алё. Алё, да, это я. Останавливай кастинг на туалетную бумагу, там что-то клиент в сомнении. И отправь кого-то в архив. Нам нужны кадры оленей или зайцев, только чтобы они были не зимние, а летние. И чтобы они не спали и жрали, а знаешь, как будто к чему-то прислушивались. А что у нас по бурундукам? Кто этим занимается? Э-э-э, Ганин. Дай мне его. Сейчас. Ганин. Ганин. Просыпайся, Титов. Босс, у нас проблема. Бурундуки плохо поддаются тестировке. Подожди, подожди. То есть ты их не нашел, правильно? У ребенка третьи сутки зубки режутся. Подожди, Ганин, какие зубки? О чем ты вообще говоришь? Перенести на другой день. Это природа, босс. Я... Послушай. Зато есть отличный еж. Засунь этого ежа себе знаешь куда? Все, ты уволен. Одни идиоты вокруг. А у этого человека, ну, которого ты сейчас уволил, есть семья, ну, дети, может. Возможно. И ты его уволил из-за бурундука? Это что, так важно? Слушай, в рекламе все важно. Волосок к волоску. Бурундук должен уметь петь. Хомяк читать газету. Не важно. Умри, но угоди клиенту. Вот и все. Угу. И ты так живешь? А ты женат? Нет, я не женат. А почему? Тебя что, кроме клиентов никто не любит? Любят. Ну, а почему тогда ты живешь один? Потому что мне так удобно. На, дуй за мороженым. А тебе на палочке или в стаканчике? Пожалуйста, одну на палочке и одну в стаканчике. Ага, хорошо. Здрасте, это орган опеки. Добрый день. Вы знаете, тут ко мне девочка прибилась, чужая. В стаканчике. Угу. И на палочке. В общем, я сейчас еду в аэропорт. У меня встреча в Шереметьево. Если хотите, может быть, туда кто-то подъедет. Через час. Александр Титов. Спасибо. Спасибо. Сиденья не испачкай. Можно звуков таких не издавать, нет? Так, с вещами на выход. А зачем мы приехали в аэропорт? У нас у обоих важная встреча. Нашли вас отдохнуть перед вылетом в комфортабельном условии. Не хотят обеспечить работа. Заживай. О, плохо дело. Добро пожаловать. Меня зовут Алекс. А меня Боб. Очень приятно. А это кто? Это Александра. Наша русская традиция предлагать хлеб и соль дорогим гостям. Чудесная русская традиция. Добро пожаловать. Благодарю. Ммм. Вкусно. Давайте я вам помогу. Нет, спасибо. Меня еще пока силы не оставили. Пошли. Когда я путешествую, Алекс, мне нравится чувство тебя как дома. Это ни с чем не сравнимое чувство. Ну да. А у вас есть какие-нибудь помощники? Зачем мне помощники? Жена мой главный помощник вот уже 30 лет. Мы воспитали шестерых детей. Так что я и сам неплохо справляюсь. Ясно. Знаете, я полностью с вами согласен. Для меня моя семья – это моя жизнь. Прекрасные слова. Прошу прощения, мне нужно сделать один звонок. Конечно, конечно. Алло. Алло, Тарелкина. Значит, быстро дуй в гостиницу. Ага. Отменяй все. Лимузины, баб, водяру. Сними номер там подемократичнее. И в офисе все приберите. Все в рамках морали. Потом объясню. Давай, пока. Так, аферистка. Слушай сюда внимательно. Значит, 10 тысяч рублей, и ты изображаешь мою дочку. Сдам тебя в органы опеки. 20. Давай. Алло, да, любимая. Мы приехали, уже все хорошо. Хорошо. Все. Пять минут отдыха перед боем. Е! Как, говорите, зовут вашу дочь? Александра. Ее назвали в вашу честь, как это мило. А сколько ей лет? Семь. Мне 10. Какого черта ты не сказал, что говоришь на английском? А ты не спрашивал? Точно, ей 10. А где ее мать? Простите, что? Где ваша жена? Она ждет нас дома. Нас? То есть я буду жить у вас? Как здорово. Терпеть не могу гостиницы. Надеюсь, я вас не обременю. Нет, что вы. Так все и было задумано. Мой дом ваш дом. Мне только нужно заскочить в офис на минутку. Ну, конечно. Позвоню-ка я жене. Да, доченька. Алло, ты орелкина? Так, слушай меня внимательно. Мы с тобой женаты, счастливы. У нас есть дочь. Зовут Александра и 10 лет. Че? Детов, ты сбери? Мы добрая, красивая семья, как на Пэкшоте. Понимаешь? Опять кого-то сбил. Никого я не сбивал. Наш клиент просто занудый и примерный семьянин. Поэтому никаких декольте, голых пупков. Приберитесь там в офисе. Он будет жить с нами. Отменяй гостиницу и найдите какую-то квартиру семейную. Когда я тебя ее буду искать? Пока, любимая. Титов, алло, ты слышишь меня? Я сейчас... Она ждет нас с нетерпением. Титов, алло, ты слышишь меня? Здрасте. О, он что, туда кирпичи, что ли, навалил? Благодарю вас. Проходите. Знакомьтесь, это моя жена Оксана. Мама моей дочери. А это Боб. Приятно познакомиться. Мне тоже. Живот прикрой. Ну что ж, прошу за мной. Ты ж не узнал, жена и дочь. Я доверяю вселенной. Я выбираю гармонию, равновесие и душевный покой. Ну и утречко. Так, быстро, смотри. Что это? Кастинг на мыло, что ли? Нет, на дочь. А, ее я уже нашел. Вот. Нет, здесь есть варианты получше. Это вообще на тебя не похоже. Я и об этом же говорю. Ну я и правда его дочь. Да? От кого же это? На эту неделю от тебя. Что у нас с квартирами? Показывай. Вот. Шестикомнатная, тихий центр. А это что, шесть? Слушай, ты в своем уме? Это бордель, а не квартира. Вот это. Да я это вообще на офис похоже. Слушай, мне нужна нормальная квартира, понимаешь? Обжитая, для нормальных семей. Слушай, ну нету в Москве нормальных семей. До свидания. Кто это? Слушай, позови-ка Ганина, пока он не ушел. Давай быстро. Ганина? Ты только что его уволил. Я тебе сказал, позови мне Ганина. Мне два раза надо повторять. Ганин! К Титову! Так, дорогой друг Ганин, садись. Надо поговорить. Садись, садись, садись. Во-первых, я хотел бы перед тобой извиниться, надеюсь, ты не в обиде на меня. Ну, за исключением того, что ты меня уволил. Кто я? Уволил? Слушай, ну как уволил, так восстановил. И не просто восстановил, а с повышением. Теперь ты не координатор, а глава отдела. С чего такая щедрость? Дело в том, что это был тест. Тест на стрессоустойчивость. Это ведь главное в нашем рекламном бизнесе. Я на тебя надавил, а ты выдержал. Молодец. Поэтому мы тебя не просто восстанавливаем, а еще отправим в оплачиваемый отпуск, плюс бонус от компании. Куда? Если без виз, то в Армению... Фантастический выбор, когда ты еще будешь в Армении. Когда? Прямо сегодня, сейчас. Армения, кавказская радуша, солнце, теплое море. В Армении нет моря. Значит, не утонет. Давай, паспорт и ключ от квартиры. А, подожди, а ключи зачем? Слушай, у меня просто ремонт дома, и мне перекантоваться надо где-то. Там такая вонь стоит. Там не прибрано. А, уберем. Вперед! Да, гнездо так гнездо. Так, девочки, мальчики, концепция счастливая семья. На все про все два часа. Нужно оставить, с лишней убрать. Я не могла подумать, что у Ганина может быть такая хата. А у него дед генералом был. Убираем? Нет, деда оставить. Буду генеральской внучкой. Нет, деда оставить. Сосиски Family Foods Попробуй истинную Америку на вкус Так Знаете что? Сейчас мы возьмем все, что вы тут налепили И выбросим в ведро Потому что это никуда не годится Так, ребятки, давайте Забудем это как страшный сон Видите, как все просто? Благодарю Отлично Прекрасно Здорово Непросто было решиться, да? Ну вот и все Никакой трагедии не произошло, да? Наша с вами задача выйти за рамки стереотипов Нам нужны новые образы И новые сюжеты Для выражения главной идеи Семейные ценности Именно это Именно это важнее всего Поднимите руки те, у кого есть семья и дети Именно об этом я и говорю Наша целевая аудитория Это семья Итак На этой неделе Каждый день вы будете получать Новое задание Свои свежие и оригинальные идеи Вы будете излагать Лично мне До 7 часов вечера Того же дня Авторы самых интересных И продолжат свое участие в конкурсе Всем все ясно? Давайте, за работу Здрасте Нас не успели представить Я Саша Юлия Очень приятно Симпатичное платье Новое Спасибо Бывает Можно на ты Ты что, из Питера, что ли? Терпеть не могу этот город Был там последний раз 10 лет назад Напился в хлам Ничего не помню Ясно Что ясно? Вы ненавидите мой город И вы алкоголик Умеете произвести впечатление Ну хорошо, погоди Послушай, я Как это говорят Не то имел ввиду Попытка номер 2 Пускай будет так Алая паруса А твоя реклама? Понравилась? Понравилась Она мне напомнила Что-то из моей далекой юности Такое нежное Что-то миленькое Женское Простое А я ваши работы тоже видела Броско Вычурно Самодовольно Типичный мужской шовинизм А что, это плохо разве? Хорошо Потому что мачо и алкоголик Так же далек от семейных ценностей Как ты от тендера Накладные волосы Приперлась Сколько же вам лет? Что значит вам? Значит, что старость нужно уважать Положи на место Накладные ресницы Можно подумать Твоя мама их не носит А ей незачем Она и так красивая У моего папы хороший вкус Ну с этим не поспоришь Впрочем, у всех бывают неудачи Послушай, малявка Ты мне не нравишься Я не нравлюсь тебе Но коли мы в одной лодке Мы должны грести в одну сторону Понятно? А это не мир Это перемирие Согласна Я слежу за тобой Да Это Я за тобой слежу Тогда не забудь линзы Алло Мамуль, привет У меня все хорошо Сегодня паразитов изучали Здорово Что у тебя там шумит? А это Это Алла Дмитриевна На кухне что-то делает Ну как, мам, презентация Ты такая красивая была В новом платье А ты откуда знаешь? Ну А ты у меня всегда Очень красивая Тем более Я сама тебе советовала Принарядиться Спасибо Все хорошо Моя презентация Всем понравилась Классно Все, мамуль, целую Мне пора, пока Ты что-то сказала? Ты очень хорошо выглядишь Спасибо Ну вот мы и дома Папочка приехал Да, привет Я тоже соскучился Ну что там, как в школе? Как это классно? Пап, у нас каникулы Вакансии сейчас? Это чудесно Да, точно Я забыл Закрутился на работе Добро пожаловать Надеюсь, я не доставлю вам Особых хлопот Все, что мне нужно Это простая кровать Без проблем Кстати, тут у нас ванная Извините Это... А кто эти люди? Это... Наши родственники Дальние А это что? Еще один ребеночек есть? Бейби, бейби Планируем Ведите, я прошу А кто у вас на гитаре играет? Мама? Только не пой, прошу Я подожду тебя в лифте Между четвертым и третьим И помечтает о лете Со мной дедушка Питер И не работает Какая красивая песня О чем она? Об одиночестве в лифте Проходите Спокойной ночи, Боб Спокойной ночи, Алекс Как будто весь день мешки с цементом ворочал Ты так напряжен, пупсик Хочешь расслабиться? Слушай, а за стенкой тут все слышно? Да ничего не слышно Ой, как хорошо Ну что ты думаешь, он поверил нам? Ну вроде да А что ты так нервничаешь? А я не нервничаю Просто в прошлом году Фэмили Фудс потратила полмиллиарда долларов на рекламу И я хочу кусок этого пирога А если ты не выиграешь, Стэнс? Выиграю У меня конкурентов нету Есть там одна, правда, из Питера Талантливая Стерва одинокая Но у меня-то дочка Жена Никаких вредных привычек А потому что я твоя вредная привычка Что такое? Что с тобой? Что случилось? Мне приснился жуткий сон А, понятно Все в порядке, ей просто плохой сон приснился Не морочь мне голову Алекс, послушайте мой совет Пусть она поспит в вашей комнате Она успокоится и уснет Да, хорошо Пошли Артистка Сладких снов Извини Извини Открылся 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 Знаете, моя жена, она просто творчески подходит к приготовлению пищи. Вы не беспокойтесь. Бреквест готов. Ух ты, выглядит очень аппетитно. Это нужно резать ножом, как торт. Да. Сядь. Спасибо, Алекс. Потрясающе готовишь. А теперь давайте возблагодарим Господа за эту пищу. Че? Помолиться. Простите, а вы не произносите молитву перед едой? Произносим, только на русском. Логично. Руки дайте. Глаза закройте. Господи, спасибо тебе за хлеб наш насущный. Сделай так, чтобы мы не отравились. И дай нам сил пережить эту неделю. Аминь. 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 Теперь я знаю, что такое каша из топора. Ммм. А ты куда намылилась? Мамочка идет на работу, с мамочкой нельзя. Я еду с вами, пап. Ага, размечталась. Дай ключи возьму. Знаете, мои дети просто обожают, когда я берусь с собой на работу. Еще бы. Мы тоже это обожаем. Быстро в машину. Ну что, готовы к борьбе за семейные ценности? Вполне. А вы? Я? Как никогда. Я даже семью привез. Жену, дочь. А что, собаку забыли? Доброе утро, Боб. Доброе утро. Надеюсь, вы нас сегодня удивите. Возможно, у Вселенной свои законы. Точно. Так, а где Александра? А дочь свою честь назвали? Саша, ну-ка, быстро. Уверен, что вы рекламировали этот продукт уже сотни раз. Но теперь вам предстоит представить какао в абсолютно необычном свете. В свете вечных ценностей. Каких? Где же они, эти вечные ценности? В книге книг. В Библии. Вы все знаете, что такое подсознание, психоанализ, эффект 25-го кадра. И ни для кого не секрет, что в рекламе все это давно используется. Перейду сразу к делу. Вы должны показать связь этого чудесного напитка с лестницей Акова. Вперед, за работу. Время пошло. Лестницы сна Акова, соединяющие небо с землей. Ангелы, демоны. Садись. Что же это может быть-то, а? Пройдя по этой лестнице, человек достигает неба. Как это возможно? Я не понимаю. Выпил какао и улетел. С ума сошла, что ли? Это же не реклама, наркоты. Я понял. Покорение космоса. Лестница, ракета. Гений. Где у нас ракета? Погуглить? Нет, не надо. Это около музея космонавтики. Я уехал. Я с тобой. Нет уж. Ты остался с дочкой. Шопинг. Шопинг. И еще раз шопинг. О! Класс! Прекрасный выбор. Я примерю. Да, дачуэль. Привет, мамуль. Что случилось? Да так, просто. Мам, слушай, а ты случайно не будешь возле музея космонавтики? Музей космонавтики? Ну да, там где еще ракета, знаешь? А что там? Можешь сфоткать? Для домашки нужно. Малыш, если успею, конечно, сделаю. Ну все, пока. Ракета. Ракета. Ну ты чего еще не надела-то ничего? Ты вообще о чем думаешь-то? Ну явно не о том же, о чем и ты. Мы с тобой на разной волне. Чего? Ну понимаешь, ты совсем на суше. Ну где-то в Барнауле. А почему в Барнауле? Ну это я так. Ну просто для примера. Потому что это очень далеко от моря. Знаешь, а титул тебе абсолютно не подходит. Но вы слишком разные. Вы как планктон и афалины. Как кто? Окей, как. Как мозг и тыква. Ты достойна лучшего. О, какая неожиданная встреча. Здрасте, здрасте. И чем это мы тут занимаемся? Позвольте узнать. А я тут с экскурсией. А. Все питерские, я посмотрю. Вообще-то я сюда первая приехала. Вообще-то ракета это моя идея. Да что вы. Циолковский с Королевым очень бы удивились. Удачи. И вам. Не хворать. Фото, пожалуйста. Какао в фэмили фудс. Стань покорителем земли и неба. Человек всегда хотел покорить мир. Он строил дороги, мосты, дворцы, пересекал океан и открывал новые земли. Но этого было мало. И начались поиски. Человек захотел чего-то большего. Он захотел покорить небо. Выйти за рамки возможного. И ему это удалось. Дерзай. Все в твоих руках. Какао, фэмили фудс. Неплохая идея. Интересная ассоциация. Спасибо. И наш последний конкурсант. Юлия Полонская. Один мальчик хотел летать, и отец подбрасывал его в небо. Мальчик рос, и росло желание покорить небо. Время шло. Мальчик поднимался все выше и выше. И однажды он изменил мир. Мир никогда не будет прежним. Но неизменным останется знакомый с детства вкус. Фэмили фудс. Великолепно. Ты сумела объединить все. Семейные ценности. Лестницу Иакова. Какао. Я в восторге. Но она же украла мою идею с космосом. Идея – это ничто, пока вы не заставите их работать. Вы оба выбрали один и тот же образ. Это интересно. Даже очень интересно. И вы оба проходите во второй тур. Спасибо. Мне тут аж надо. Она использовала мою идею. Косёл. Ну ничего. Первый тур все равно за мной. Потому что я сильная, смелая. Я излучаю здоровье, счастье и душевный покой. А кто эта красивая женщина? Актриса? Что тут красивого? Ну, всё красивое. Выразительные глаза. Обычные глаза. Располагающая улыбка. Но у него хорошая фигура. Не знаю, не в моём вкусе. Слишком маленького роста. Но ещё она очень хорошо готовит. Ты-то откуда знаешь? Мне так кажется. Слушай, спи давай, кажется. Ты вообще что здесь делаешь? Ну я заснуть не могу. Расскажи мне сказку. Не знаю никаких сказок. Всё. Ой, ну хорошо. Тогда я тебе расскажу. О, ну давай. Жила была маленькая девочка. И у неё никогда не было папы. И стала она его искать. Пошла она к синему морю. Спросила у синего кита. Короче, папаша нашёлся? Нашёлся. И? И он оказался очень хорошим. Правда, он сам пока об этом не знает. Вот это хэппи-энд. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. А как ты говорила, твою маму зовут? А я и не говорила. Что? Ей одной спать страшно. Будет здесь спать. Всё. Я и... классные кроссовки для бега я с тобой отстанешь ждать не буду и я тебя новое утро просто солнечный фреш и тосты мой выходной без свежки наша с тобой пробежка я и ты может идти решит и не тянет только с тобой реально новое утро это так идеально а спасибо тебе господи за то что в соседнем супермаркете продаются блинчики шабановские и мы не отравимся непонятно чем и дай мне господи выиграть это тендер аминь 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 вкуснятина вчера мы потеряли часть конкурсантов но я рад поздравить тех кто прошел в следующий тур а сейчас новый продукт шоколадная паста вкуснятина и новый образ но и в ковчег ваша задача объединить эти два образа но при этом вы должны помнить о главном семейные ценности итак во время пошло помочь привет ты где да вот его в зоопарк а ты же не любишь смотреть на животных неволе не люблю но что делать это по работе нужен но и в ковчег каждой твари по паре понимаешь кажется понимаю все что мама мне пора пока целует у меня лучше значит так сексуальная блондинка на пляже в бикини сладострастно облизывает шоколадную пасту с ложки в это время вокруг полный трэш фугаски рвутся потом гранаты и это очень круто записывай как это связано с семьей у тебя что есть предложение получше но и в ковчег каждой твари по паре зоопарк там семьи с детьми а дети любят шоколад все просто я умчался тарелки на фантастика мне вот интересно вы всегда чужие идеи воруете я ворую чужие идеи а хотите может я вам кошелек свой дам возьмите ни в чем себе не отказывайте берите берите сахарные ваты чипсы мороженое себе купите люби других и ты спасешь этот мир шоколадная паста family foods любовь в каждой ложке позвольте хорошо когда-то жизнь на земле была счастливой и мирной но все изменилось все живое на этой планете охватила паника и когда надежда совсем угасла то пришел он спаситель и сделал невозможно он спас этот мир сохрани природу стань легенды family foods подожди алекс не спеша вы оба снова выбрали одни и те же образы вот только юлия сделала акцент на семейных ценностях а ты воспеваешь мужской а экоист а я бы осмелился сделать предложение если вы найдете способ объединить свои идеи то у вас получится идеальная концепция лезет со своей моралью везде задушить бы ее а задушил лучше меня спи давай расскажи мне сказку теперь твоя очередь сказку хорошо ну жил да был один король ну короля ты хватанул конечно пускай будет король и жил он не тужил и все у него вроде было хорошо и на работе вроде все было здорово подчиненные уважали любили ты знаешь скорее боялись он был злым королем нет он не был злым королем он был такой нормальный такой король и все у него было хорошо пока однажды к нему в замок не постучалась девочка она была принцесса но это она так считала что она была принцесса король думал что она обманщица потому что они были совсем не похожи друг на друга но она была красивая да нет она была страшненькая с кривыми ногами и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Один из них очень креативный А у другого более мягкий подход Но зато он попадает точно в яблочко Не знаю, что делать Может, им надо работать вместе? Ты умница Мои поздравления Вы оба победили Это сложный выбор для меня Вы оба очень талантливы И боюсь вам обоим придется выиграть финальное задание Это совместная работа Поскольку настоящий копирайтер Это хороший командный игрок И как же вы собираетесь выяснить, кто из нас лучший? С Божьей помощью Победитель получит контракт Вот Кукурузные хлопья И все? Никаких наставлений? Библии пророков и прочего? Нет Вы работаете вместе Главное, совместная работа Новая концепция должна быть готова к завтрашнему дню Удивите меня Ну и как работать будем? Есть идеи? Идеи море Но, понимаете ли, Юленька Дело в том, что мы с вами люди творческие А эта работа рассчитана на индивидуальный подход Поэтому я все сделаю, а вы мне только не мешайте Это я вам мешаю? Ну хорошо, значит я выиграла Потому что я согласна на работу в команде Нет, послушайте, вы меня неправильно поняли Вот и славно Хлопья Пшеница, кукуруза, сельское хозяйство Сельское хозяйство в Москве Ха, смешно Поехали Ну давай быстрее Ну объезжай уже А я говорила, надо было на метро ехать Объедь слева Идиоты А что вы орете? Как будто они сейчас перед вами раступятся Тоже мне, Моисей Я бы за это время уже до Питера добралась Отличная идея, давай билет куплю Давай Peظ Давай бегом Ну как встанет Мо violence Ну да, сам Мы дано полет Ага Ну вот Да, ладно Ну вот Ага Ага Всего Продолжение следует... 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 на работе я туда звонила тебе там не было ты был с этой слушай тарелкина выходи из образа публику разбудишь мерзавец а послушай то что мы с тобой разыгрываем комедию для американцев еще не значит что мы с тобой муж и жена ну тигреночек ну извини ну просто этот америкос это девчонка еще ты там где-то с писаешь мозги на бекрень американец это работа а то где я и с кем я тебе не касается мне казалось нас кое-что связывает связывает работу и секс я так больше не хочу и что исключаем работу ясно какие будут указания босс ложись спать поздно уже я на диване посплю и и и и и и и Ну что, поссорился со своей фальшовой женой? Много будешь ждать, скоро старишься. А ты знаешь, что синий кит и живут 400 лет? Да, ты знаешь, что если мы сейчас не позавтракаем, то мы и год не проживем. Пельмени или котлеты? Отличный утренний выбор. Ты знаешь, есть идеи получше. Будешь? Давай. Кушать подно, мадам. Шато да молоко. Урожай вчерашний. Вкусно. Настоящий завтрак у папы. В каком смысле? В смысле, мама обычно готовит что-то сложное. Например, сырынки или оладьи. А тут все просто. Насыпал, залил и все. Интересная мысль. И что, ты хотела бы начинать каждое утро с такого завтрака? Я бы хотела готовить его вместе с тобой. И кто у нас мама? Эй, я поближе, вы уже начали завтракать? Доброе утро, Боб. Черт, забыли помолиться. Мы забыли произнести молитву. Да благословит Господь тех, кто начинает свой день с завтрака Фэмили Форс. Спасибо. Вот ты благословил. Пусть утро начинается с твоей улыбки, с улыбки твоих родителей и солнечной тарелки хлопьев. Это полный провал. Да. Ассоциации мифологемы. Какие же ассоциации? Знаешь, что мне дочка моя говорит? Чего? Хлопья – это завтрак у папы. Круто. А знаешь почему? Потому что папа не будет заморачиваться. Вот и ассоциации. А ты что готовишь своей дочери? Ну, полезное что-нибудь. Кашки, сырники. Нет, что-то вредное. Дети любят вредное. Что она любит вредное? А я не спрашивала никогда. Ну, так давай спросим. Давай. И раз. И два. Прыгаем выше. Выше. Веселее. Давай, давай. Высок тянем. Молодцы. Еще чуть-чуть. Давай. Раз. Два. Три. И повтор. И раз. И два. А теперь телефона вне зоны. Раньше такого не было. Ну, погоди дергаться. Может, она играется еще где-то. Или занимается. Ты с кем ее оставила? С няней. Ну, так позвони няне. Уже звоню. Алла Дмитриевна, Алька рядом? Алло. У меня машина здесь. Алло, у меня ребенок пропал. Мама. Аля. Откройте дверь. Откуда у вас моя дочь? Сама приехала. Алика, малыш. Хотела узнать, кто ее мать? Вот она. И не надо тут комедию ломать. Это ты подослала девчонку, чтобы выиграть в тендере. Папа. На, на, посмотри исходящие звонки. Эта девчонка сливала маме все твои идеи по телефону. Понятно? Кто вызывал органы опеки? Я. Значит, вы нашли ребенка? Это мой ребенок. Саша, скажи, что она моя дочь. Папа, ну скажи, что я твоя. Папа, ну скажи, что я твоя. Извините, это какое-то недоразумение. Саша, скажи, что она моя дочь. Саша, скажи, что она моя дочь. Саша, скажи, что она моя дочь. Завтрак у папы. Это очень неожиданно. Ты очень интересна. Спасибо. Поздравляю. Ты получаешь контракт. Давайте. 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 Прошу прощения, Боб. Можно поговорить с вами? Конечно. Спасибо. Чаю? Нет, нет. Алекс, я хотел бы поблагодарить тебя и всю твою семью. Подождите, Боб. Простите. Мне нужно сказать вам кое-что. Я хочу извиниться. Я врал вам. Правда заключается в том, что у меня нет семьи. Это была всего лишь большая глупая игра. Просто я хотел выиграть этот контракт любой ценой. Мне очень и очень жаль. И, честно говоря, я думаю, что Юля – настоящий победитель. Ведь Оксана не моя жена, а Александра не моя дочь. Это было… Простите. Ты знаешь, каким-то волшебным образом я выяснил это сам. Послушай, Алекс. Ты глубоко заблуждаешься. У тебя есть семья. Александра – твоя дочь. Она спит, как ты. Ест, как ты. Двигается, как ты. И не нужно быть пророком, чтобы понять то, что ты и так сам знаешь. Я вижу такие вещи и понимаю. У меня шестеро детей. Я не был бы в этом так уверен. Вы говорите по-русски? Моя бабушка была русской. О, Боже. Так вы понимали абсолютно все? Все слова? О, Господи. И молитвы. Так и есть. И Господь дал все, о чем ты его просил. Не так ли? Прости, Алекс. Мне пора идти. Меня ждет такси. Мы скоро увидимся. Надеюсь, ты и Юля разберетесь во всем. Прошу, ребята. Работайте вместе. Вы команда. Вы могли бы стать лучшей командой. Самой лучшей. Не упускайте этот шанс. Ты заслужил это. Так же, как и она. Спасибо. Не за что. Береги себя. Продолжение следует. – Привет. – Здрасте. Привет. Василий Львович, простите. Юленька, дорогая, друзья, это наш новый креативный директор. Браво! Браво! Ян, Ян, включи, пожалуйста. Я хочу, чтобы все посмотрели и гордились, каким профессионалом мы работаем. Я сам смотрел четыре раза. Гениально. Я не видел твою первую улыбку и твои первые шаги. Я не знаю первых слов, которые ты произнесла. Я не целовал тебя на ночь и не учил завязывать шнурки. Но ты появилась в моей жизни раз и навсегда. Ты впустила в мой дом солнце. Ты научила меня улыбаться и снова поверить в сказки. Ты научила радоваться простому завтраку вместе. Завтрак у папы, когда главное – рядом. Галя. Иду. Извините. Галя. 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 Актрисы можете? Легко. Оксана. Иван. Продюсер. Очень приятно. Повторим. Итак. Ваня. А вот вы верите в любовь? Очень. А почему у нас пицца синяя? А это так и надо. Это последнее слово в гастрономии. Напоминаю, в эфире шоу «Лучшая хозяйка» и я, и ее ведущая Оксана Фрикассе. А в гостях у нас Сергей Пицца. Я подожду тебя в лифте Между четвертым и третьим И помечтает о лете Со мной дедушка Питер И не работают сети Хмурый февраль на репите А я все жду тебя в лифте Между четвертым и третьим Скажи? Никто, я все жду тебя в лифте Так же я, а я не буду Между четвертым и третьим Питер Продолжение следует... 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 Продолжение следует...